всем привет мои дорогие замечательные хорошие меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь ребята прошел месяц 20 числа и у меня по традиции уже снять растения в рамках проекта растения с которыми мне непросто давайте сегодня посмотрим как они себя чувствуют кто-то выбыл кто-то прибыл ну к сожалению так бывает это растение это нормально к этому относиться нужно нормально и спокойно без всяких там трагедий моя позиция такая если бы было все так просто мне было бы просто не интересно и начнем мы с вами с папоротника помните этот папоротник который живородящий я все говорила что я его уже оставил знаете в рамках скажем так насколько меня хватит просто просто посмотреть потому что все те папоротники и было три вы же помните да в рамках этого проекта кониограмма и птерис вариегатный они у меня выбыли с этого проекта потому что с ними все хорошо они хорошо растут все замечательно и я уже по моему про это говорила что я уже заметила такую интересную тенденцию у папоротников что у них есть все-таки период покоя он у них есть и я так поняла что там нет такого понимаете что допустим поголовно вот допустим пришла зима они легли спать нет у каждого папоротника какая-то своя динамика понимаете и от этого еще интереснее с этими папоротниками ну я так поняла что живородящий у меня реально спал потому что я буквально вчера потому что я думаю так уже 20 числа нужно снять это видео и думаю подойду посмотрю как он себя чувствует и вот смотрите вот он наш первый листик вот у нас что я хочу сказать ребят все это время я этот папоротник так и не поливала то есть посадка сама по себе и и прям даже видно что она сырая то есть это очень благоемкая посадка внизу у меня нет воды но он до сих пор и и естественно не выпил но и каким образом он выпьет если он стоит под очень слабым освещением там буквально знать диодная лента стоит у меня практически на полу где все равно да по прохладнее в любом случае посадка огромная корни корни скорее всего только сейчас начинать потихоньку работать поэтому ну я считаю что он проснулся единственное что вот этот вот пакетик которая только что сняла я его вчера сняла или сейчас я объясню знаете как было я вчера сняла и такая довольно счастливая побежала и обратно я его то есть не 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 одела я его обратно думаю так ладно хорошо попозже 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 и знаете бегала 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 в итоге я подхожу а литик стало знаете такой прям белокенький такой я смотрю что он меня буквально на глазах насколько меня не было но полчасика этом где-то там бегала знаете занимался какими своими делами и в итоге он у меня паник уже то есть категорически категорически этот папоротник у меня сейчас на данный момент без какой-то теплички без какого-то супер увлажнения ну наверное как и кониограмма он расти у меня не будет пакетик уже не ну никак потому что я не знаю вы помните не помните да с этим папоротник нам пришел у него очень огромные такие ваи были то есть лопушистые такие листья красивые мохнат и и на них были еще знаете вот ну сами по себе вот эти вот маленькие папоротники из нота с которых вот рождались в общем я к чему говорю что это сейчас самый-самый-самый маленький зародыш листочком понимаете что дальше делать с ним я не знаю сверху натягивать какой-то пакет еще так себе конечно идея придавливать этот листик вот сейчас на данный момент знаете что я придумала я попозже вам покажу что я придумала сниму телефон со штатива чтобы мне было удобнее дальше вам показывать все свои растения и уже в конце я покажу что я придумала ну я понимаю что это тоже временная довольно таки временная мера но сейчас на данный момент дальше будет видно будем решать по мере поступления как я это говорю обычно решаем проблему по мере поступления так после папоротников ну так как папоротник у меня остался один и больше папоротников у меня как таковых ну надеюсь надеюсь не будет в этом проекте хотя один у меня тоже похоже он пошел спать то есть он рос рост 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 потом ему стало все как-то я понимаю что это не потому что он у меня пропадает а потому что у него просто наступил период то есть я уже не паникую сейчас у него вайки до конца отсохнут я их срежу все сверху сделаю ему снова пакетик и буду ждать то есть вот такая вот скажем так знаете я вот такой такой динамики я не видела ну скажем так вот у многих папоротников допустим такие как у меня вот прям такой ярко выраженный период покоя я вот вижу сейчас уже в родящего да и вот у того который меня стволиком растет но это потом отдельно я вам покажу скорее всего то есть сейчас я не стала этого делать но следующие через месяц я вам его покажу обязательно сейчас еще посмотрю что с ним там если что-то нужно будет обрезать там что-то сделать мы сделаем с вами вместе и дальше будем за ним посмотреть наблюдать до дальше у меня были в этом проекте это мои аллаказии аллаказии и да здесь тоже есть изменения тоже есть изменения буквально вчера я вам хочу показать свою жаклин буквально вчера вы помните она стояла у меня в стаканчике пластмассовым так вот ребят я и вчера стаканчика благополучно уронила и тот листик который у нее был до этого но уже стал в принципе желтеть его сломала я вас ну ну что скажите что у вас такого не было ну так получилось и я поняла что в общем этот стаканчик который туда сюда у меня саму по себе растение это не маленькая обстать какие у него листья сразу выходят да поэтому и тут сразу же вот еще лист идет и я такая думаю так да ты что блин сделаю я уже ей посадку и делала вот в такой вот кашпо сделала ей обычный свой грунт единственное что я сделала его пока легким то есть я не стала добавлять туда пока никакой минералки здесь у меня кокос с перлитом и и на стеклом который шариками да и все ну то есть самое главное что новые листики не повредил это самое главное остальное как бы меня особо не не беспокоит так что вот вот такие дела все хорошо то есть я посмотрела листик этот убрала тот который словно и до убрала вот она главного так значит что я хочу сказать у меня вот это аллаказия сама по себе я считаю что она у меня выбывает с этого проекта то есть ну аллаказия есть аллаказия я ее вытянула она у меня есть она у меня растет все все с этим хорошо также смотрите ребят ну хочу показать ну тоже выбывает это аллаказия у меня с этого проекта потому что помните мы с вами пересадили вот это мило тире рептилия да вот помните она стояла у меня в аквагрунте мы с вами пересадили вот идет новый листик считаю тоже все хорошо все замечательно не буду больше на ней останавливаться все она идет на обычную полочку обычными растениями и все замечательно самое интересное у меня пошло дальше смотрела я здесь видео о они канал название конечно же подпишу я понимаю что у неё орхидейный канал в основном про орхидейки смотрю я ее на цен с удовольствием причем анечка будешь меня смотреть огромный тебе привет и твои кошечки асечки беленькая вообще великолепные самые самые красивые кошечки на свете так вот она не так давно тоже за не начала заниматься лаказиями ну буквально может быть года они если я не ошибаюсь так вот речь шла про аллаказию по моему шкура дракона и она сделала такой интересный вывод в своем видео что за что я вообще благодарна благодарна прям почему мне эта мысль не пришла я не понимаю если честно почему не пришла хотя все с этого и как говорится начиналось потому что у нее раньше шкура дракона сидела то есть в мхе мух там еще там что-то и она у нее прекрасно росла стоило и пересадить эту аллаказию просто в грунт ну то есть там какой-то был у нее грунт все аллаказия но она как бы растет мы не растет и вроде как бы все хорошо но ничего хорошего но может быть и лучше то есть вот такая вот динамика понимаете и тут до меня на платят как ошпарила потому что вот моя самая первая лаказия тоже была шкура дракона и и она у меня приходила во мхе и росла она у меня дальше в мхе то есть я ее даже не ничего с ней не делала то есть я не трогала ей корни я просто этот комочек комочек мха переставляла в побольше объем и засыпала ее мхом корой знаете там что-то еще было это было но я не знаю у меня у меня тогда сложилось впечатление о аллаказиях и кстати очень ошибочно на тот момент ну потому что опыта было мало но у меня она росла она у меня росла это были красивые правильные листья великолепные шикарные один за одним пышный вкус ну да где-то даже у меня видео есть одно из первых на дзен у меня его нету на youtube по-моему да потому что тогда еще дзена не было видео я тогда то есть выкладывала и я их удаляла так что вот как-то так но у меня было это видео и тогда я подумала почему но почему так все так с аллаказиями ну ничего же и не вообще не надо там добавила мох кору и она растет и потом я решила с ней экспериментировать и знаете по поводу шкуры дракона во что бы я ее потом не усаживала она у меня в принципе больше нигде не смогла расти лично в моих условиях ну вроде как растет а вроде как растет а с учетом того что я прекрасно знаю какая она может быть на самом деле красивая пышная с правильными листиками ну в общем я сделала вывод что для некоторых аллаказий все-таки возможно возможно мох это единственный скажем так грунт в котором они могут расти и могут расти хорошо и теперь давайте посмотрим на мою не было значит так каждый раз когда я показывал ее в своем видео то есть растение с которыми не просто я показывал ее корневую и говорила что ну вроде как есть вроде как и нет новый листик выходит остальные у меня уходят ну в общем было что-то с чем-то я посмотрела то есть после того как я посмотрела видео у ани я просто взяла достала ее с этого грунта и поставила в мух просто в мух и вот теперь у нее действительно корни такие должны быть у аллаказий я сегодня с утра и и полила ну если вам интересно и вы первый раз зашли в этот мой проект вы можете полистать посмотреть первые видео и посмотреть на ее корневую какая она была и я такого у не было не видела вот она классная корневая у нас листики то есть вот это два листика которые у нее держатся вот этот листик у нее пострадал получается при пересадке чтобы наращивать новую корню и я его так вот обрезала чтобы убрать желтизну зачем она мне вообще совсем не нужна но судя по корням я хочу сказать что динамика великолепная вот просто великолепная посмотрим мы на нее будем с вами честно она с этого проекта у нас не уходит нет будем на нее смотрите дальше но бывает такое ребята бывает в принципе я вот так посидела поразначляла и думаю а чем плохо вообще мог чем но если аллаказии до растут в керамзите мы также их подкармливаем если аллаказии в кокосе уже пустой по сути да через какое-то время он становится пустым все ради бога подкармливай тут тоже самое мух ну вот такое составляющие возможно вот он вот дает какую-то вот им ту же самую влагу аэрацию которая вот способствует потому что в чем только не сидела у меня тоже вот это не было она у меня не росла ребят корней таких не было мы смотрим на корни корней не было и в этот же день в этот же день конечно же что я сделала я подошла к своей silver silver dragon потому что вот смотрите вот это silver dragon она это подобие подобие от того что у меня было потому что вот таких вот плохих листьев на моей вот ну это в принципе она и есть да но если бы вы посмотрели на нее когда она у меня была два года назад это были классные большие листья они не были такими сморщенными нет ни в коем случае и а к тому же у нее росла деточка я ее быстро достала с этого грунта и сделала ей вот такую вот посадку здесь мух кора и на стекло в общем ребят том в чем она у меня росла изначально с первых дней именно так я ее и поставила и вот так мы уже нарастили корешки я понимаю что это не предел вот я жду от нее уже хороших листьев вот допустим как вот этот но больше и чтобы он был не такой сморщенный то есть они разглаживаются потом со временем то есть этот вот первый первый шаг я считаю возможно я не права но лично для своих условий именно вот эти две аллаказии у меня будут расти мох кора понимаете моха кора не были я тоже буду добавлять потом со временем я буду менять и посадку буду добавлять ей кору а вот детка от сильвер я ее отделила и тоже поставила ее в мох вот тут тоже вот видите вот такая вот ситуация классная просто супер это наконец-то первая детка которая в таком состоянии потому что сколько я отделяла клубеньков от silver dragon ребят ну в общем то может быть они растут но они не растут просто когда есть с чем сравнить и ребята мне есть чем сравнить у меня всегда это аллаказия раньше росла просто великолепно именно этого аллаказии в свое время я решила перевести на керамзит опыт был скажем так неудачный и я через какое-то время сделал вывод для себя что все-таки керамзит это не для аллаказии все-таки нет и я этого делать больше не буду ну как можно сделать такой вывод с одной аллаказии ну как ну ты сделай несколько да и в конце концов я же понимаю что я сделала все неправильно со старыми корнями усадила в керамзита кому понравится это так что я решила все-таки повторить этот эксперимент и именно в рамках этого проекта я бы хотела его показать и чтобы именно в этом проекте мы с вами смотрели за этой аллаказии и так что же я сделала почему я хочу показать их сейчас в этом проекте и чтобы мы с вами за ними смотрели потому что это аллаказия бронцифолия pink она у меня ну плохо росла плохо то есть два стволика два стволика и выпускает один лист 2 уходит больше двух листов она у меня никогда не держала никогда вот ребята что же я сделала сама по себе это очень большая аллаказия поэтому смотрите то есть я достала ее с той посадки и разделила первый черенок я оставила вот в своем грунте то есть кокос минералка все как надо я думаю если честно не выживет потому что я достала полностью распотрошила смотрю на нее думаю господи наверно не выйти наверно не выше после такого обычно они нет 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 вот она два листа быстро потеряла но у нас смотрю пошел рост все пошел вот этот новый листик все хорошо пока пока все хорошо значит корни у нас растут это закрытая система кокос минералка то есть в принципе вот это у меня сейчас на данный момент та самая посадка которые я ну делаю всем своим взрослым аллаказиям и таким образом за ними ухожу если она стоит у меня на подоконнике раньше оставила у меня на полу сейчас на стоит у меня на подоконнике под хорошим освещением и я ее как поливая то есть я приподнимаю то есть я смотрю визуально сверху как кокос становится светлым то есть как и все свои взрослые аллаказии я их ну просушиваю верхний слой я пару сантиметров точно просушиваю и здесь в принципе хорошо видно то есть я ее приподнимаю становится легким грунт подошла полила все то есть никакого особо залива вот ребят а вторую половинку вот от этого растения что я сделала я срезала полностью корни подсушила срез поставила в воду переукоренила то есть дождалась молоденьких корешков хотя и было там совсем совсем немного и после этого я сделала вот такую вот посадку вот такую вот посадку здесь у нас фитиль по моему да фитиль небольшой но он есть есть у нас вода фитиль и в отличие от 1 она листик свой старенький не потеряла то есть старенький лист у нас есть засыпала я все это дело керамзитом это просто керамзит керамзит вода фитиль все и вот ребят смотрите у нас пошел новый лист что я хочу что я хочу вообще для себя вот этими своими действиями сейчас для себя понять да ну во первых будет ли это аллаказия держать больше трех листов если три листа это будет вообще уже моя победа скажем тогда я хочу второе я хочу понять какая лучше динамика для этого растения все-таки керамзит или грунт то есть как вот ей именно этой аллаказии до понравится ну опять таки и самое важное это то что у девчонок же получается выращивать аллаказии в керамзите получается может быть у меня получится может быть только с одной аллаказии но я тоже считаю что это будет тогда победа я сама же скажем так свои же слова и опровергнут да что я говорила что керамзит и аллаказии нет 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 ни в коем случае нет 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 так хотите посмотреть на мою тайку сейчас я ее принесу ну вот она вот ребят тот самый долгожданный листик которые я от нее ждала что все с ней хорошо с этого проекта моя тайечка выбывает такие вот у нас корни классно да пока я у нее здесь пеноплекс не убираю пускай она еще побольше станет и у нее закрепятся то есть хорошенечко у нее уже все вот эти вот новые росты после этого можно будет уже пеноплекс убрать может быть потом даже грунта досыпать то есть я посмотрю по ее состоянию как она будьте а дальше чувствовать но в рамках этого проекта у меня это растение будет мы с вами будем на нее конечно же смотреть на все ее новые листики ну это будет просто любование какими шурцы до сблась мечта скажем так все на месте все хорошо так ну одна выбыла а вот теперь кто у меня еще добавился год назад я покупала семья гимна колецом красивый ребят он у меня не растет не растет и не могу понять почему ведь у меня есть еще один я покупала вот а маленький взросленьким и он у меня хорошо растет цветет он весь на бутонах все с ним замечательно с ним хорошо а вот этот не растет вот я думаю что вы помните кактус не растет нигде в любой посадки корни у него нет вообще он у меня не укореняется я его достала маленько потушила и поставила его вот таким образом стаканчик внизу у меня всегда будет вот так вот водичка и посмотрим укорениться он или нет если укорениться то через сколько он у меня укорениться вот так что растение с которым не не просто что ладно бы допустим я его только купила на и прошел месяц два-три вы мне сказали на подожди прошел год год ну то что он не сгнил это хорошо я его показывала на своих полочках говорила что вроде как растет ничего не растет бесполезно то есть я его посмотрим на него нет не растет так ну и чтобы не заканчивать видео на такой вот грустной ноте что что-то опять не растет и пятки не считая что это грустно я считаю что это вызов я считаю что это интересно давайте я вам покажу теперь что я придумала все таки со своим аппаратником так вот помните у меня была посадка в флорариум я поставила фитонии они у меня разрослись такие огромные и в общем им уже там место как раз поднять вот эту вот колбу я ее подняла то туда забрала вот эти все колбы от флорариумов и я вот так вот ее примерила и она прям стала тут очень хорошо то есть вот таким образом единственно что только высоковато само по себе кашпота да не маленькая еще сверху вот такая конструкция но я считаю что на данный момент но это выход из положения ребят на самом деле ну выход не знаю что дальше буду делать с этим может быть потому то будет вообще пересадка куда-то там может быть я реально сделаю флорариум то что у меня есть террариум можно его переделать во флорариум но это будет потом не сейчас это точно поставлю я также на пол буду смотреть наблюдать показывать вам абсолютно все буду показывать вам в рамках этого проекта говорится ну вот ребят вроде бы всех показала читалось следующее видео этими растениями выйдет через месяц я благодарю за то что вы меня смотрели до новых встреч пока пока